Привет, любители страйкбола! С вами внезапный брататый страйкболист и сегодня расскажу вам про пояс Lanet с внутренним индексом TV-108 от компании VARTEK. Пояс вдохновляется, в общем-то, аналогичным продуктом Ronin Belt. Покупал я конкретно этот пояс на Озоне, так как там нашелся продавец, который продавал камуфляжные варианты по цене однотонных. Сейчас такого аттракционной щедрости уже нигде не найти, потому что у самих VARTEK'ов данный пояс в камуфляжном исполнении это EMR либо Multicam, как у меня, стоит на 250 рублей дороже, плюс доставка, плюс туда-сюда. В итоге на Озоне, короче, вышло значительно дешевле. Multicam здесь, кстати, уже российского производства, не оригинальный, не китайский, так что пользуйтесь, какой есть. Выбор мой лежал между поясами от ARSARMA, Tornado Tactical и VARTEK'а. Взял я вариант от VARTEK'а по причине того, что он выпускается в нескольких размерах. Для меня это важно, так как если брать пояс единого размера широкий просто регулировкой, MOLLE у вас при моем телосложении, ну или даже больше, будет начинаться очень далеко от пряжки, потому что ну вы регулируете длину, и MOLLE у вас вот первая ячейка, она от пряжки начинает потихоньку вас отъезжать, что не есть удобно лично для меня. Есть размеры SM, это 22 ячейки MOLLE, и длиной она от 83 до 102 сантиметров, и как у меня LXL, это 26 ячейк MOLLE, 97-119 сантиметров. Конечно, система регулировки на VARTEK'е не самая идеальная, но в целом работает. Она из себя, по сути, представляет сам пояс, застегивающийся сам на себя, то есть на внутреннюю сторону. Местами это не очень удобно, потому что, вот как вы видите, он легко отходит, потому что, ну, не за что поясу зацепиться, в моем случае, хотелось бы, ну, там, типа, пару сантиметров, чтобы добавили, и тогда уже пояс будет нормально зацепляться. У других производителей, насколько я видел, регулировочная стропа находится снаружи, но и регулируется она совсем по-другому. То есть там именно стропа, которая с внешней стороны вот такой с комом потом висит, как на разгрузочных жилетах, как там на бронечехлах и так далее и тому подобное. Есть у них также вариант с пряжкой Кобрана, я его брать не стал, потому что лично я считаю, что страйкболе Кобра – это вещь максимально излишняя, которая в реальной жизни примитена вот к таким поясам. Да и к брючным поясам тоже работает не то чтобы как нужно, и служит скорее понту для. А понту для можно купить и не оригинальную, присматриваться там к вашему поясу никто не будет, а китайская стоит раза в 3-4 дешевле, потом сами просто повесите нужное. Именно поэтому я выбрал пояс с обычной 50-мм пряжкой М2 из ацеталии, благо опыт ломания таких пряжек у меня уже есть. На старом вартековском поясе я такую умудрился разломать, но она на самом деле у меня до сих пор прекрасно работает, даже сломанная. Итак, конструктивный пояс, как и его аналог, состоит в общем-то из двух частей. Это внутренний пояс шириной 45 мм, на нем никаких излишеств нету, только вот петля из кордуры спереди, чтобы вам было поудобнее его затягивать. Хочется отметить, что не каждые гражданские брюки имеют 45-мм шлифки, поэтому это надо учитывать, если вы хотите использовать внутренний пояс с гражданскими штанишками. Ну и, соответственно, внешний пояс с интерфейсом моли 12,5 мм, лёгкие достаточно и удобный в ношении. Прошито всё достаточно качественно, подсумки вешать удобно, даже вот такие олдскульные с кнопками, по причине того, что моли здесь имеет немного такую выпуклую форму, если понимаете, о чём я. Обычно в таких поясах моли он вот прям впритык-впритык, чтобы максимальную лоу-профальность обеспечить. Здесь же стропы чуть длиннее того, какие они должны быть, и это облегчает значительно крепёж подсумков на данный пояс. И на этом, в общем-то, обзорная часть заканчивается. Далее идут мои размышления и болтология по поводу того, зачем это надо и как это использовать. Я, в целом, достаточно долго не решался покупать такой пояс, но спасибо Озону, там товар можно вернуть, если не понравилось. Самое главное, нужно понимать, когда вы такой пояс покупаете, зачем он вам и где вы будете его использовать. Основное, этот пояс никоим образом не заменит вам РПС, либо полноценный тяжёлый варбелт. Это абсолютно разные вещи. Например, тяжёлый варбелт от Вартек у меня остался, именно как РПС и как часть комплекта для делительных игр, где вам нужно много БК на поясе носить, там аптечки, сбросники, ещё какую-нибудь хреноматерь. Этот пояс, он для другого. Он нужен для выезда на какую-нибудь мелкую, быструю игру, сику-бишку, ну или тренировку там по картонным мишенькам, если стреляете, если вы такой фигнёй, как я, страдаете, то вот там от него пользы очень много на самом деле. При этом этот пояс для меня прекрасно вписывается в концепцию 2021, заключается она в максимальной минимизации веса и габаритов снаряжения. Благо я покемон, и мне это можно. Первой ласточкой этого стал у меня кочевник, который я в прошлый сезон использовал, и не нарадуюсь реально на данную разгрузочную платформу, мини-чест-рик. И, следовательно, единственный его минус, то, что там нужно жертвовать магазином для того, чтобы носить с собой пистолет. Так как у меня появился тут кабура от Warrior of Soul Systems, то передо мной стал вопрос, на чём её носить, просто на ремне, либо на вот таком вот поясе. И я решил всё-таки пояс этот взять, как я сказал ранее, и не разочаровался абсолютно в этом. Он абсолютно идеально вписывается в мою концепцию. Он лёгкий, его легко транспортировать, и при этом на воскреске он позволяет мне носить ещё два магазина. Носить на поясе, как я люблю, пистолетные магазины, потому что перезаряжаться гораздо проще с пояса. А на кочевнике аналогичные пистолетные подсумки освобождаются для более полезных вещей. Там, под мультитул, под фонарик, под что-нибудь менее нужное, чем пистолетный магазин, но что тоже на игре пригодится. Как вы можете заметить, здесь я использую кобуру, как я уже сказал, от Warrior Assault Systems, пистолетный подсумок от Tornado, это единственное, что я отдельно докупал, и два магазинных винтовочных подсумка, один Predator от Alpha Arms, давным-давно я делал на него обзор, ну и один Vartek'овский, тоже открытый, ещё старого образца, как вы можете заметить, на кнопках. Сейчас у них уже крепёж такой, как у Tornado Tactical, просто на стропе, что гораздо удобнее и практичнее, на самом деле. Ну и спереди у меня, соответственно, один карабин под что-нибудь, там, не знаю, под изоленту, короче, что угодно, что можно закрепить на карабин. Отдельно карабин с перчатками, да, я его всегда ношу, потому что перчатки запасные, пригодиться могут в любой момент. Ну и спереди у меня жгут, да, я из тех людей, которые за каким-то хреном на страйкбольные игры носят жгут. Единственное, что я ещё добавлю на спину, это аптечку, скорее всего, это будет аптечка Dream от того же Vartek'а. Почему? Потому что в ней будут всякие страшные кровоостанавливающие средства, для которых особо много медицинских знаний не надо. Опять же, те же жгуты, кровоостанавливающие салфетки и тому подобное. Зачем это нужно? Просто потому что я несколько раз на играх сталкивался, не лично я, но сталкивался с теми ситуациями, когда нужен был жгут, нужны были какие-то кровоостанавливающие средства, и под рукой их нет. И поэтому я считаю, что лучше перебдеть, чем потом, в общем-то, страдать. А аптечка, которая у меня на Warbell'ке висела, она у меня перекочевала на рюкзак, там всякий прочий шмурдяк, типа ножниц, бинтов, таблеток от всего наследия, то, что мне прямо вот сейчас особо не пригодится. Ну и перейдем к самому же утрепещемуся вопросу, как минимум для людей моей комплекции, как эта штука на вас держится. Ну и как ни странно, если вы заметили пояс, как и штаны держатся прекрасно. Я ожидал, что под весом пистолета и магазинов штаны начнут спадать, но нет, все держится прекрасно. Единственное, что да, тут зависит от выбора штанов, потому что если штаны с высокой посадкой, то к пояс этот вам особо не поможет. Тогда вам пригодятся подтяжки, типа Forrester, на которые я недавно делал обзор. Они просто помогут штанам держаться на том месте, где нужно, и не сползать ниже. Из отрицательного. Тут скорее мои персональные неудовлетворенности. Например, внутренний пояс. Застегивать его не очень удобно, потому что, ну, его просто не за что засыпить. Вы его вот так вот должны вокруг своей талии закручивать. Это не очень есть удобно. То есть, если вот здесь бы была двущелевка, то хотя бы была бы точка опоры, за какую вы ремень просто схватили, и протягиваете вот так, закрепляете. Это, конечно, наверное, можно сделать самому. Я думаю, я так и сделаю. У некоторых еще производителей вот здесь есть специальный крючок, а на самой внутренней части еще и петли, которыми вы, в общем-то, фиксируете, в каком месте закрепить ремень, и потом его уже заклеиваете. Опять же, это на самом деле имхо абсолютнейшее. Как его надевать? Это скорее из нейтрального, потому что быстро надеть его не особо получится. Надо тренироваться и искать наиболее удобные, лично для вас, методы. Мне удобнее надевать со спины, потому что я, в принципе, сразу попадаю на внутренний пояс, и то, что он где-то там на полсантиметра, на сантиметр будет торчать, это не особо критично. Это потом как-нибудь можно поправить, когда уже там движ закончится, ради которого вы все это быстро на себя цепляли. Главное, что пояс на вас удержится, этого достаточно. Ну, и еще одним немаловажным минусом, о котором, ну, на самом деле, редко кто думает, когда такие пояса покупает, а как его использовать, в общем-то, в плохую погоду. Потому что этот пояс ему подобный. Пояса натуральны только для хорошей погоды. То есть, если у вас там тепло, да даже если дождь идет, но тепло, то есть куртка вам, в принципе, не нужна, вы знаете, что там после дождя будет опять жарко, и вы быстро высохнете, то проблемы нет, да? А осенью, зимой, весной такой пояс вы использовать физически не сможете, потому что либо куртку в штаны заправлять, либо искать куртку, которая имеет специальные боковые молнии для доступа как раз к поясу. Далеко не каждые куртки имеют такой функционал. Но если именно по этой причине отказываться от обычного варбелта, смысла нет, потому что в плохую погоду обычный варбелт гораздо выгоднее, чем вот такой вот. Именно за счет того, что его можно надеть поверх любой куртки, парки, зимней куртки. Пофиг, просто немного отрегулировав. Ну и на этом видео я свое буду заканчивать. Покупать или нет, советовать я, как всегда, не буду. Это исключительно ваш личный выбор. Ну и, как я сказал выше, нужно понимать, зачем вам этот пояс и как вы будете его использовать. Ну а как изделие в целом, я даю ему 5 баллов без вопросов. С вами был брат из Тракболис. Всем спасибо, всем пока.